О главных событиях к этому часу. США хотят легализовать через ООН вторжение в третьи страны. ФСБ России заявило об использовании телеграмм при подготовке теракта в Петербурге. Порошенко назвал местью Украине строительство газопровода «Северный поток-2». США планируют добиться включения региональных филиалов Аль-Каиды и Исламского государства в список террористических организаций ООН. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. Эксперты отмечают, что в случае поддержки данного предложения Вашингтон в соответствии с американским законодательством сможет начинать специальные операции на территории третьих стран. Таким образом, считают специалисты, Соединенные Штаты намерены легализовать прежде всего для самих себя вмешательство в дела других государств. Против предложений США выступают Россия и ряд других стран, в частности Египет. В Каире уверены, что включение в список регионального отделения Аль-Каиды укажет на неспособность местных властей справиться с угрозой своими силами. А Москва скептически относится к инициативе, поскольку группы террористов, аффилированные с этими организациями, как правило, немногочисленны и власти в состоянии справиться с угрозой самостоятельно. При подготовке теракта в Петербурге террористы пользовались мессенджером Telegram. Они также активно использовали этот канал связи для контакта со своими кураторами за рубежом. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России. В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербург ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежными кураторами мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта, говорится в сообщении силового ведомства. Напоминаем, что при взрыве на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в северной столице России погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника. Еще один взрыв на станции «Площадь восстания» удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительством «Северного потока-2» Россия намерена отомстить Киеву. Лидер Незалежной считает, что проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. По его мнению, с помощью «Северного потока-2» Россия в первую очередь хочет лишить Украину 2 миллиардов долларов, которые та получает за транзит газа. Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы. Позднее на заявление Порошенко отреагировали в Москве. Слова президента Украины прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Украине. «Нет, он нужен России и Европе для надежных поставок газа, не зависящих от постоянного шантажа Киева», – написал Пушков в своем твиттере. Напоминаем, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова